сегодня мы с вами будем говорить об агенде матери наверное многие из вас знают что это такое да те кто не знает могу сказать что это своеобразный дневник или путеводитель который оставил нам сатрым верный ученик матери и близкий друг последние 20 лет ее жизни земной он беседуя с ней оставил все на уникальные ее переживания и опыта зафиксировав их в этих дневниковых записях уникальные переживания опыты по трансформации телесного сознания по наработке новой тонкой бессмертной вибрационной структуры которая действительно обеспечивает существование человека вот его идем дальности его я на любом плане сознания при оставлении физического тела безусловно на любом плане сознания без потери индивидуальности без потери памяти без потери вот того что мы называем прерывностью до существования ведь мы все боимся прежде всего что потерять тело до тела но нам ежедневно демонстрируется уникальный опыт потери тела ночью во сне у вас тело есть там или нет нету и вы о нем не вспоминаете как будто его и нет там даже легче да там нет вот тех момент неприятно которые связаны с каким-то телесным дискомфортом психологические переживания да там каком смысле более концентрированно тело то мы теряем и совершенно не вспоминаем о нем во сне да только потом когда возвращаемся ощупаем вроде есть что-то болит что-то скрипит значит живем да как по анекдоту так вот вот этот уникальный опыт потери тел нам постоянно демонстрируется то есть готовит людей тех которые действительно способны сознательно эволюционировать и преодолеть вот то что называется неведением и действительность шагнуть на новые ступени эволюции совершенно свободно свободно не заботясь о том нужно тело или нет не заботиться о том сказать как она это самое наше родное как нам без него абсолютно так сказать после духовного рождения именно ты начинаешь понимать что ты всегда был есть и будешь не только теоретически понимать под сама духовного рождения это психологическое обретение психологического бессмертия евангелие это называется обретением царства божьего то есть ты обретаешь психологической бессмертии что ты знаешь что ты всегда был есть и будешь что твое существование прерваться просто не может просто ваться не может а А затем на уровне телесных структур, после духовного рождения, начинается наработка вот той новой вибрационной тонкой структуры, которая действительно обеспечивает существование в вечности. То есть, по сути, нарабатывается та самая структура, которая, в общем-то, становится вместилищем того, что мы называем собою, вместилищем нашего Я. Мы-то думаем, что наше Я в теле находится. На самом деле, это, в общем-то, иллюзия. Иллюзия, которая становится очевидной по мере продвижения по пути сознательной эволюции. Действительно, это иллюзия. И когда мы избавляемся от этой иллюзии, то начинаем понимать, что то, что мы называем собой, это далеко не наше тело. Тело просто инструмент вот той истинной божественной сущности, которая является и нашим истинным Я. Его можно назвать наше истинное Я и ангелом-хранителем. В христианстве говорят, что это ангел-хранитель. Где он? Истинно на небесах. На самом деле, это мы, истинные, пока еще себя не осознавшие. Вот в момент духовного рождения мы объединяемся своим ангелом-хранителем или становимся собою. Так вот, дальше, вот эта структура энергетическая, потому что, в общем-то, хотим мы того или нет, все в этом мире взаимосвязано на уровне каких-то вибраций, энергии. И вот эта энергетическая структура, то, что можно назвать нашим божественным истинным Я, в дальнейшем является уже энергетическим скелетом, вокруг которого, скелетом, вокруг которого нарабатывается эта тонкая структура. То есть, появляется основа, и после появления этой основы, в коконе нашего старого физического тела, как в инкубаторе каком-то, начинает формироваться новая структура. Формируется она постепенно. Постепенно это происходит, не сразу. Если духовное рождение, по мере накопления, ну, нами каких-то, ну, будем говорить, позитивных моментов, которые приближают нас к обретению психологического бессмертия, в одно мгновение происходит, духовное рождение, в доли секунды ты становишься другим человеком, то вот наработка этой новой тонкой вибрационной структуры, она происходит во времени. То есть, требуется определенное время, чтобы вот этот скелет нарастил какие-то там, так сказать, энергетические мускулы или какие-то, так сказать, системы, которые будут взаимодействовать вот с этой реальностью. То есть, по сути, мы оказываемся постепенно в новой энергообменной среде. Постепенно удаляемся с физического тела, постепенно переходим, переходим, вот, ну, как бы в новую квартиру, но пока еще не перешли, то происходит очень тесная сцепка. Вот старого снова, наше физическое тело и вот новая структура, они очень сильно взаимосвязаны. И какой-то период становится очень и очень дискомфортно, поскольку контрастно два состояния у нас перемежаются. То телесное, то, как мы в теле в этом, где все болит, где все расстраивается. И потом на этом контрасте вдруг ты ощущаешь легкость, удивительную легкость, фантастическую легкость, как будто, так сказать, ты с телом своими незнакомыми. Вот оно есть и есть, и ты даже не понимаешь, что оно существует. Как бы две структуры начинают сожительствовать или взаимодействовать вот в одном замкнутом комнате. И постепенно-постепенно происходит размежевание этих структур. Постепенно структура размежевывается, физическое тело становится исполнителем инструментом этой новой тонкой вибрационной структуры, которой есть мы, то, что мы теперь называем собой. А наш биологический робот, наше тело, послушно, как по воле Божьей мы вчера говорим, исполняет волю вот этой нашей истинной сущности. Вот это требует время, этот период действительно очень такой интересный, сложный для психологического сознания и понимания, но тем не менее, вот в агенде матери, вот в этих дневниковых записях, отчетливо прослеживается, как у нее происходило, происходило вот это рождение, рождение новой структуры, как они взаимодействовали вот в такой сцепке эти тела, потом они постепенно расходились. И по сути, вот то, что представлено к 13-тонной агенде матери, это 13 таких красных толстых достаточно томов, те, кто видел, я думаю, что они все имеют представление, вот такие тетради. Вот, начиная где-то с 61-го года, они регулярно, вот каждый год отмечены вот такими томами, в которых вот эти, в основном, вот телесного переживания нам представляются. Чем это интересно и чем это нам полезно? Действительно, вот тот процесс, процесс наработки новой тонкой вибрационной структуры, он никогда, нигде, никем не был описан. Никогда, нигде. Говорилось об ретении жизни вечной, говорилось о каких-то принципиально новых ощущениях взаимодействия с этой реальностью, но как это происходит на телесном уровне, об этом нигде, никогда сказано не было. И поэтому ценность вот этих записей, этих тетрадей, этой агенды матери в том, что мы впервые, впервые на сегодняшнем этапе начинаем понимать, если мы выбрали для себя путь сознательной духовной эволюции, путь интернасформации, то мы начинаем понимать все происходящее в нашем физическом теле, в новых структурах, которые образуются. Потому что если бы мы это не понимали и не знали, то, наверное, можно было бы сойти с ума, честно говоря. Есть такие вещи, которые, ну, заставляют людей в неведении, если они ходили с неведением, обратиться к психиатру, к невропатологу, еще к какому-то врачу, то есть без понимания происходящего, всегда говорят, пугаться. Хотя на самом деле, если ты это понимаешь и знаешь, то знание и просвещение – великая вещь. Потому что гонять какие-то методики, делать какие-то практики, абсолютно не понимая, что с тобой должно произойти, особенно, так сказать, вот в таких очень тонких областях, на уровне вибраций, на уровне субматериальной, это значит, в общем-то, обрести себя на вечное топтание на месте, либо ты уйдешь с этого пути, не понимая. Поэтому сейчас очень важно просвещение, нужны знания. Если не будет знаний, то человек не продвинется дальше, если он по максимуму что-то способен сделать, какой-нибудь религиозной бабушке. Вот она в смирении, религиозная бабулька, вот она замкнулась в этом контре, вот и все. Это предел. То есть дальше, в части телесной трансформации, продвинуться будет нельзя без понимания всего происходящего. Понятно, наверное, да? Надо понимать, что с тобой может, будет и должно происходить, и тогда все становится радостным, все становится, ну, воспринимаемым совершенно, так сказать, с пониманием, с любовью, с полной отдачей этой силы. Потому что с момента духовного рождения, момента духовного рождения, когда человек обрел свою истинную сущность, обрел эту тонкую структуру, которая и есть наше истинное я, никакой работы, как таковой, специальной, медитативной, там, еще какой-то, не нужно. Ты просто открыт этой силе и не мешаешь ей работать. И она делает с тобой все, что считает нужным и необходимым. То есть нам не надо умом по этому поводу додумывать, что же должно произойти, как ей помочь, ей помогать не надо. Любое наше вмешательство только нарушает и деформирует процесс. Кстати, вы просто должны жить. Просто жить нормально, принимая эту силу, смиренно, как бы, реализуя вот эту высшую волю. И уж она знает, что с нами сделать. Ей подсказывать вот этой божественной силе, пытаться ее корректировать, пытаться что-то улучшать, это погибеть. Этого делать не надо. То есть жизнь упрощается. Ты начинаешь жить, как дышать, только наблюдаешь, что с тобой происходит. Так вот, в агенде матери, в агенде матери, описаны эти переживания. Описано много разного рода переживаний. Там и психические переживания, то, что касается нашей психики, и психофизиологические переживания на клеточном уровне описаны. Но сам путь матери, он изобилует разного рода сложностями, трудностями, непониманием многих моментов. Все-таки это пионеры, пионеры эволюции. И они шли методом ощупи, щупали. Вот как, что, что происходит. Ведь это надо было как-то в какую-то, ну, хотя бы схему какую-то вложить, да? Попытаться объяснить закономерность всего происходящее. Ведь те переживания, которые мы психологически переживаем, есть у нас психологические переживания, есть эмоциональные переживания, есть ментальные переживания, есть у нас. Мы в уме что-то можем пережить, в эмоциях, вот. Где-то, ну, достаточно грубые могут быть и психофизиологические переживания, но те переживания, которые мы ощущаем на субклеточном уровне, где-то там внутри, вот их описать невозможно. Если психологические переживания можно описать с чем-то сравнить, если эмоциональные переживания можно с чем-то сравнить, ментальные переживания мы можем каким-то образом с чем-то сравнить, то вот то, что происходит на субклеточном уровне, нельзя ни с чем сравнить. Это только можно познать в ощущениях. И вот попытка передать то, что нельзя и невозможно познать, вот в этих вот записях и беседах матери, это вот то, что действительно составляет основу вот этой агенты, вот этих дневниковых записей. И я, прочитав дважды в полной мере, с начала до конца и с конца до начала, вот эти переживания, все-таки решил, понимая, что этот материал очень благодатный, необходимый, ну, в той мере, какой я смогу это сделать, перевести это, ну, более-менее доступный язык, поскольку эти переживания мне хорошо знакомы, и я вижу вот тот путь на ощупь, который был у матери, и я бы хотел вот сейчас, в общем-то, прокомментировать эти переживания, чтобы донести их в более адаптированном виде тем людям, которые прошли уже часть пути, которые ждут и готовы именно к таким переживаниям, которые неизбежно начинают вас захватывать, неизбежно начинают вас переформировать, переформировать на этом пути. Ну, вот первый момент, первый момент, я думаю, многие уже на эту тему имели такое переживание, что в макушку головы вдруг начинает вдавливаться плотная вязкая энергия, макушку головы плотная вязкая такая энергетика, она же вдруг вдавливается, как будто кто-то там какой-то спранцовкой, или как там клизмой вот этой, туда вас, пот с ними вдавливает эту энергию. Если не понимать, что это такое, ну, наверное, можно обратиться к врачу и сказать, что-то там в макушку у меня вот вливается, кто-то там что-то впрыскивает. Ну, если вы пойдете к какому-то целителю, он скажет, что у вас бесы начинают там вселяться. Если пойдете к врачу, естественно, на учет поставят по поводу шизофрении, безусловно. Вы это ясно ощущаете? Ясно ощущаете, это факт. Ну, попробуй объясни доктору, что это реальные физические ощущения. Это физические ощущения, я говорю о чисто физическом ощущении. Но на телесном уровне возникает масса тонких переживаний, которые писать невозможно. Вот, ну, невозможно. Вот попробуйте описать, допустим, вкус лимона. Можете описать? Вкус лимона. Можете описать? Нобелевской премии можно дать, вот если все-таки опишите вкус лимона, вы почувствуете этот вкус. То есть, есть вещи, которые, ну, только в тождественных переживаниях способны вам дать почувствовать, что вот это действительно так. Если вы какой-то отголосочек имеете вот в части этих переживаний. Понятно, наверное, да? Согласны? Вот в этом. И вот что интересно. Интересно, что где-то в 60-м году или в 61-м году, когда Сапремко беседовал с матерью по поводу вот этой агенды, он говорит, вот мы сейчас записываем эти записи, надо ли их сейчас будем публиковать, может быть, для обнародования. Она говорит, подожди. Сейчас ведь их понять никто не может. Если ты сейчас попытаешься их опубликовать, там, как-то прокомментировать, то тогда, в общем-то, на это никто не обратит внимания. Все это пройдет стороной. А вот лет через 50 они будут востребованы. Она сказала пророческие слова. Через 50 лет она здесь, в этой агенте сказала, они будут востребованы. Она говорит, подожди, ты напиши, а уж потом будет видно. И вот действительно сейчас, вот прошло 50 лет где-то, вот они становятся востребованными. И именно вот подрастает и нарождается то поколение, которое проходит уже этап такого революционного детства и в такую зрелость, что революционное вступает. И вот то, что тогда казалось абсолютно неприемлемым, абсолютно невосприимчивым для обычных сознаний, на сегодня, на сегодня становится необходимым. На сегодня становится востребованным. Видите, как время немножко опережает, да? Вот то, что сделано, вот то, что делается, делается, как правда, вот времени в прошлом, куда-то впрок. Так всегда бывает. И вот сегодня, может быть, мы тоже работаем вот на этом пути, уже идем не в ощупь, я имею вот этот путеводитель, тоже где-то немножко впрок. Сколько времени потребуется, чтобы это было достаточно широко распространено, неизвестно. Сейчас время очень ускорено, очень спрессовано. Смотрите, вот ритм жизни какой сейчас, какая суета кругом. Вовсю, вовсю. Так вот, наша задача из этой суеты, это выйти, да, вот каким-то образом, свое время, время, которое от Бога в себе восстановить, и выйти вот из этой шумной суеты, чтобы дать возможность вот той самой силе, которой мы открываемся, работать и делать то, что она считает нужным. Если мы будем суетем, мы заблокируем этот поток, и вот в этой муравьиной возне так и погрязнем в неведении. Будем думать, что мы куда-то идем, куда-то стремимся, что-то делаем, на самом деле это будет просто чепуха. Так что где-то через 50 вот эти переживания действительно, как оказалось, пророческие слова Матери, они оказались востребованными. И востребованными действительно уже многими людьми. И вот я все-таки решил для себя, что надо, наверное, где-то поставить какую-то точку, точку того, что касается разработки или описания, или каких-то, так сказать, вот растолкования вот этого пути. И все-таки вот на этом субклеточном уровне, поскольку для меня эти переживания хорошо знакомы, я могу каких-то других, может быть, терминах это выразить, попытаться это адаптировать к сознанию людей. И вот так и родилась, родилась эта работа. Пока это выписки, пока это просто выписки из томов Агенда Матери, я начал выписки делать, так сказать, с первого тома. Все эти выписки я с листа вот здесь буквально спонтанно комментирую. Пока нет книги, пока нет вот таких устоявшихся в комментариях. Я начал как бы с первого тома, с первой тетради. И вот сейчас я просто продолжаю. Где-то, наверное, беседы там пятая или шестая. Я не к началу возвращаюсь, а просто вот иду, прохожу по этим тетрадям сначала до конца. Здесь не важно, какая тут систематика, тут нет системы. Я намеренно не стал, так сказать, сводить переживания в какую-то схему. Они совершенно разнообразны, то есть совершенно разные вопросы. Вот один вопрос, то может совершенно другой в области быть. Вопрос, ну из той же, из эволюционной, но в другой области. То есть, как в Агне-йоге. Агне-йоге, те, кто читал, там бывают такие перескоки. Вот одно, а потом сразу там о другом идёт речь. То есть, чтобы сознание не убоюкивалось, не зацикливалось на какой-то одной проблеме. Немножко, чтобы не спали. Если на одном будете сидеть, там убоюкаетесь, уснёте. А тут вот как бы разные аспекты затрагиваются. И я решил вот это именно сохранить. Дать возможность как бы не заснуть, а всё-таки почувствовать, наверное, какую-то динамику. Так вот, что интересно. Я попросил одного нашего слушателя, одного нашего слушателя, который тоже следует по пути сознательной эволюции. Он очень любит что-то выписывать, любит там что-то систематизировать. Я ему говорю, ты вот прочитаете тетрадочки, а ему вот прям не мёдся что-то там делать. Ну, не мёдся ты делал. Вот прочитаете тетрадь, пытаясь выписать из них там то, что тебя там захватывает, это то, что считаешь нужным. Он мне пару томов проработал, приносит, я посмотрел, фактически ни одного речения, которое я выписывал, у него там нет. То есть он на том уровне, на котором сейчас находится, он выписывает то, что его там поражает или шокирует, как сейчас говорят. Но я попытался всё-таки сделать это с каких-то других позиций, с более глубоких, и поэтому, чтобы какая-то была ступень, ну, максимум, вот тот максимум, который мы должны в конце концов, каждый придёт к этому максимуму, да, постепенно. Начинает он с тех вещей, которые становятся ему пока понятны, потом есть непонятные вещи, которые он вообще не обращает внимания, поскольку в переживаниях он это не испытал. Но для тех, кто всё-таки подошёл к какому-то важному этапу реализации, совершенно ясно, необходимо, нужно и вот тот максимум, как бы, ликбеза в части телесной трансформации. Вот таким образом я, в общем-то, не останавливаюсь особо на каких-то достаточно понятных моментах, они могут тоже иметь такой вкус, знаете, вот есть вкусные вещи, но они понятны, да. Да, вкусные, понятные, это, ну, тешит наши витальные, да, немножечко, вот, а тут заставляет нас всё-таки немножко, может быть, задуматься или паузу какую-то сделать. Если вы что-то не будете совсем понимать, то ничего страшного в этом нет, поскольку здесь не цель понимания, а всё-таки донести до вас то, что вот в этот процесс, процесс телесной трансформации, это достаточно сложный процесс, сложный в понимании, но очень простой, потому что нам ничего не надо делать. Умом не вмешиваться, никому не помогать, а просто отдаться, отдаться этой силе. А то, что она делает, вот мы сейчас попытаемся с вами каким-то образом здесь разобрать. И вот сейчас у нас идёт беседа, это год 64-й, мать уже обрела вот эту новую структуру, параллельную структуру с нашим физическим телом, новая структура, которая долгое время была вот в этой сцепке с телом. Вот старое тело наше и новая структура, они были долгое время у неё сцеплены. Потом такое расхождение наступило. То есть она говорит, причём она сказала, вот этот момент у неё очень хорошо отмечен. Это не момент, а уже сформировавшееся переживание. Она говорит, появилась какая-то доверительная радость, и мы свободны от этого кошмара. То есть сама вот эта телесная сцепка с телесным на контрасте, в этой новой структуре, она говорит, боже мой, вот быть в теле – это кошмар. Кошмар почему? Для нас это не кошмар пока, потому что мы не познали и не узнали вот нового свободного существования. Мы ещё в тюрьме, мы счастливы пока в этой тюрьме. И слава Богу, если бы сразу это было для нас кошмаром, то, наверное, мы бы с вами ничего бы делать не стали. Мы просто сдвинулись бы и всё. Действительно, вот такой перепад, вот освобождение от кошмара происходит, психологического кошмара, момент духовного рождения. Ты в один момент становишься другим человеком. То есть понимаешь то, что ты жил раньше, вот в этих страхах, сомнениях и страданиях, это действительно был кошмар. Хотя это было привычно, да, привычно, ты же живёшь вот в этом, и не с чем тебе сравнить. Когда вновь новая структура выходит на первый план, ты действительно как бы в шокированном таком состоянии становишься. Ты понимаешь, как было и как стало. То есть ты освободился из этой самой тюрьмы. И вот она, когда у неё произошло разделение вот этой физической структуры и структуры дебрационной, она действительно говорит, это свобода от кошмара, от того самого кошмара телесного заточения. Особенно кошмар был хорошо заметен, когда эти два тела были, ну, как бы в этом сцепке. То одно проявляется, то другое, то телесное, то потом что-то светлое. Причём этот контраст достаточно длительное время, ну, создаёт впечатление, что ты не так что-то делаешь, что там всё неверно, ведь было хорошо, а потом почему-то плохо. И вот этот период разделения этих двух структур, полного разделения, он достаточно болезненный. Поэтому надо понимать, что идёт наработка совершенно новой структуры. И пока вы ещё не переселились в новую квартиру, да, вам приходится в основном жить в старый, потом половина в старый, половина в новое, а потом уже постепенно-постепенно происходит это разделение. Понятно, наверное, да? Ну, так я пытаюсь, как на пальце представить. То есть у неё произошёл в 64-м году окончательный психологический разрыв с физическим телом. Психологический разрыв окончательный произошёл. И происходит это действительно то, что даёт нам возможность ощутить, что оставление или потеря этого тела абсолютно ничего не может изменить. Твоё я находится в совершенно новой структуре. Тело, ну, есть оно и всё, как инструмент, как какое-то временное место жительства. Но не более того. Это настолько ощутимо, что какой там страх смерти, какая боязнь потерять тело. Это просто исчезает, этого просто нет. Это трудно представить человеку, находящимся вот в такой жёсткой сцепке своим физическим телом, даже если произошло духовное рождение. Но просто этого разделения, ну, всё, ну, тело, оно и тело. Сколько надо, пусть оно будет. Не спешишь уйти отсюда, но ты знаешь, что оно, в конце концов, должно здесь кончиться, да? Как мы себя не тешили какими-то глупыми иллюзиями, что придёт какой-то спаситель, какой-то код нам даст, матрицу. Всё-то там мы сделаем, и будем жить вечно вот в этой вот оболочке. Это глупо совершенно, потому что этот материальный мир, он должен быть трансформирован. Всё материальное, всё, что живёт во времени, должно, в конце концов, прекратить существование. Это жизнь во времени, рождение, смерть. Само все рождение уже предопределяет смерть. А вот духовное рождение, духовное рождение, открывает совершенно новую страницу, вне временной страницы существования твоего. То есть, следующая ступень эволюции. Понимаете, какие чудеса? Действительно чудеса. Чудеса не там какого-то материального плана. Кто-то там, что-то двигает, какие-то стаканы, какой-то огонь, ничего возникает. Всё детские игрушки. Вот чудеса, которые происходят в твоём физическом теле, в твоей новой структуре. Вот это великая чудо. Это то самое чудо, которое действительно не то, что даёт нам надежду, а укрепляет, если человек идёт по этому пути, идёт правильно, укрепляет в правильности выбора. Поскольку ощущениями этим невозможно не доверять. Вот я могу сказать о своих ощущениях физического тела, вот когда бывает период, вот бывает период, ну там 7 дней, допустим, неделя, неделя. Я тело не чувствую, его нет. Я могу почувствовать, если сделаю очень больно себе. И то вот боль, она тоже притупляется. Вот очень больно сделаю, я знаю, что есть тело. Хотя оно двигается, работает, живёт, что-то говорит, какие-то вещи переносит, да? Ну, основная функция – открывать рот и переносить что-то. Ну, ходить, двигаться. Сейчас машины возят. Вот основная функция этого тела, в конце концов. И ты его не ощущаешь. Лёгкость неимоверная. Кажется, что ты можешь установить мировой рекорд. Вот прыгнуть в длину, там поднять огромные тяжести. Я всё время занимаюсь с тяжестями, работаю с юности. Я, в общем-то, этот лошадиный вид спорта тяжёлый, выбрал тяжёлую атлетику. Правда, я был тогда где-то килограмм на 15 тяжелее, какие-то огромные веса поднимал. Ну, для себя, там, сейчас женщины такие поднимают на анаболиках. Они там накачаются и поднимают примерно то, что мы тогда поднимали, будучи мужчинами. Так вот, много травм всяких было. Это вид очень травматичный спорта, очень тяжёлый. Много травм, всегда всё болело. Плечи болели, там, спина, позвоночник. И вот сейчас я тоже работаю с тяжестями. И ощущение такое, что вообще мышцы нигде, никогда, даже при каком-то периоде простоя, вот две недели, бывает так, вынужденно ты, ну, где-то находишься, не можешь с этим заниматься. Приходишь, через две недели начинаешь это поднимать, причём веса достаточно предельные для тебя. Никакой мышечной боли, никаких ощущений дискомфорта в теле, ну, никакой молочной кислоты ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь тело, его просто не чувствуешь. Ты там боли, боль, если только действительно ты там вот что-то, травма, и она начинает эта боль прорываться нам с плечом, что-то произошло, что-нибудь там лопнуло, треснуло, так бывает. Вот тогда эта боль, как-то смутно, но терпимо, она начинает давать знать о том, что у тебя есть тело. Давать знать о том, что есть тело. А так, если ты ничего не травмируешь, то и не чувствуешь ничего, как будто его нет. Вот такое очень интересное переживание, да? Вот люди, когда говоришь об этом, как так тело не чувствуешь, а вот что, оно же там что-то должно делать, оно всё делает. Всё делает, только делает легко, свободно. Тело, предоставленное самому себе, кушает то, что ему надо, не будет делать ничего, вот по выбору, что могло бы там нарушить его физиологию, там, а не какие-то вот процессы, там, пищеварения или ещё чего. Понятно? Вот о чём речь идёт. То есть оно свободно абсолютно. Тело, предоставленное самому себе, без ментальной нашей корки, это полезно, это вредно, вот это надо, это не надо, оно само выбирает, что ему делать. То есть это животный момент, тело становится целиком животным. И совершенный животный инструмент. Мы же как-то кошкам иногда, собакам за ведомыми говорим, вот надо возвратиться в животное состояние. Животное-то они животные, но они и живут в животном. Они действительно не заботятся, о смерти не думают, да? Но у них нет того, что есть у человека, у них нет осознания своей исключительности, индивидуальности, вот того, что мы называем истинным я. Так вот, тело пусть будет животным, пусть будет предоставлено самому себе в тех разумных пределах, которые допускает высшая сущность. Это самое лучшее, оно начинает выбирать, как ему жить, как ему безболезненно существовать. Не по рекомендациям врачей или каких-то людей, как питаться, как спать, как есть, как жить. То есть создавать проблемы ментального характера здесь страшные. Это не жизнь, это какой-то кошмар, как сейчас нам советуют, как надо жить. Это ужас полный. А тут оно живет вот как ему надо. Хочет покушать, покушать, хочет в туалет простить, в туалет. Нет, нет. А то обязательно там что-то вот надо, какие-то таблетки пить или еще что-то, добавки. Всяких витаминов можно вообще обойтись. Можно, ну, есть черный хлеб и воду. Вот эта сила, эта энергия способна в нашем биохимическом этом самом процессе в организме все и гормоны, и витамины, и то, что угодно синтезировать. Вот из этой энергии, которая есть всю. Эта энергия и миры творит, и нас сотворила. Значит, она способна при соответствующем, то есть, открытии ей, перестроить всю нашу биохимию. Весь наш этот жизненный физиологический и биохимический цикл в нужном направлении. Ешь, конечно, по привычке, вроде бы, ну, и то переедай. Даже по привычке иногда смотришь, вот можно же в два раза меньше есть. Вроде бы ешь-то немного, но лишнее начинаешься ощущать. Да, это уже привычка, привычка такая вот, глазами вот привычка, да, вот объем какой-то. А так оно, в общем-то, очень хорошо приспосабливается и понимает, что ему нужно. Абсолютно, абсолютно, так сказать, без напряга какого-то. Вот это удивительно, это действительно чудо. Если мы говорим о чуде, то это чудо не внешне и материальное, а чудо, которое на психологическом, физиологическом плане происходит в тебе. Вот как дышит наше тело. Нормальное число дыхательных движений 16-20. Где-то вот 15-16 у мужчин, до 20 у женщин. Это вот то, как дыхание. Идет такая перестройка, что сейчас ты вот дышишь, ну, два, ну, максимум три раза в минуту. Больше не надо, организм перезакисляется. Не надо вот с кислородом воздуха вот эту энергию, поскольку чистая энергия доходит до клеток и все делает там сама, без всяких болей, без накоплений молочной кислоты. То есть дышишь редко, совершенно редко. Вот я поднимаю, допустим, штангу 80 килограмм 10 раз я ее поднимаю. Вот просто поднимаю 10 раз. Я на одно вдыхание это делаю. Я вдохнул немножко, и вот за 10 раз я чуть-чуть выдыхаю, и все. То есть откуда берется энергию, где она, покажите. Я просто вот на примере физической нагрузки говорю. Либо там часовая прогулка на велосипеде, очень энергичная, с тяжелым, так сказать, вот с большой нагрузкой. Я всегда ставлю нагрузку большую. Я не чувствую. Дыхание не сбивается никогда. Но мне сейчас 62 года уже, я вот такой уже старый человек, я должен там за валидол пить там иногда, и что за что-то хвататься. Но я это не ощущаю. Лег просто феноменально. Ну, она как вот была в юности. Просто там в юности все болело. А сейчас вот такой же напод, только вот без того, что что-то болит. Вот такие интересные. Я просто могу как бы сравнить с тем, что было и то, что есть. Это на контрасте всегда понимается. Так вот просто понять сложно. Да, если ты не знаешь, с чем это сравнить, какие у тебя там процессы происходят. Вот такой интересный момент. Так вот, матери произошел этот окончательный разрыв вот этой материальной структуры с физическим телом. Тело стало предоставлено самому себе. Ну, надо сказать, что она накопила столько всяких болезней, столько всяких неприятных моментов в теле. Это связано было с тем, что начало работы на пути, ну, будем говорить, такой полусознательной духовной эволюции, как на Востоке это принято, начиналось это с медитации кверху. Вот туда наверх, вот там найти тасцендентного Бога. Вот мы когда его найдем, а уж потом каким-то образом надо Бога в себе открывать. Ну, вот надо сначала с тем объединиться, Бог. Вот, то есть подняться в небеса. И Восток гонит, гонит эти практики восходящие, и туда, и туда, и туда. Ну, выйдешь в нирвану максимум. А никакой эволюции речи быть просто не может, поскольку это процесс антиэволюционный. Для того, чтобы эволюция могла вершиться, надо просто остановить эту машину ума, ничего не поднимать и дать возможность, естественно, самотеком этой энергии входить в ваше тело. То есть в каждой точке пространства есть напряженность мощной этой энергетики. В каждой точке над вашей головой не надо в Индию ехать, не надо никуда уединяться. В самолете это происходит, в метро я проверял, где угодно. Под землю опустись, вот в шахте, я не знаю, был в Норильске в шахте, но тогда я еще не понимал, там на глубине 500 метров я не понимал, еще по пути не шел, мог бы там тоже проверить. Идет она эта энергия, свободна, она везде присутствует. Не надо где искать, пытаться искать в церкви, там она еще, а? Ну, есть просто. Бог везде, правильно, Бог есть Дух, и надо, так сказать, в истине и в Духе работать. С Ним соединиться напрямую, без всяких школ, учений, учителей, посредников. Все это такая чепуха, все это привязывает, все это зацепку огромную дает вот к чему-то. А тут ты просто остаешься один на один с божественной силой, все. И не мешаешь ей работать. Задача номер один. Открыться просто, я повторяю, а потом мешать работать, не мешать, очень сложно. Ум начинает мешать. Ум начинает вмешиваться во все себя, задавать вопросы глупые, пытаться что-то улучшить. Неизбежно пытаясь что-то улучшить, он только ухудшает. Потому что сам факт его работы, это уже ухудшение, процесс стяжания этой силы. То есть вот эта луковая шелуха, как говорит мать, ментальная шелуха, она окутывает человеческое сознание. Вот эту луковую шелуху отбросить, а там мякоть такая, то что надо. Вот эта шелуха тонкая, ментальная тонкая шелуха. Но она настолько, настолько непробиваема, поэтому остановка ума, любое вмешательство ума, это задача номер один, чтобы этого не было. Вот в этом процессе. Без вопросов, вопросов никаких не задавали. И вот когда у нее произошло вот это, еще не окончательное, но тем не менее окончательно она почувствовала это разделение. Она переехала в новую эту квартиру, переехала и говорит. Сейчас я начинаю уже от себя вот этот монолог. Буду к агенте переходить с комментариями. Вот это я от себя немножко говорил, а теперь вот хочу говорить по теме нашей. Она говорит, и одновременно облегчение, физическое облегчение, как будто воздух стал пригоднее для дыхания. Когда она почувствовала это размежевание. Да, так что-то вроде того, как будто заключен был в скотлупу душающую, и во всяком случае в ней было проделано отверстие. Вы можете дышать. Не знаю, есть ли тут что-то большее, но в любом случае что-то было как бы прорвано, и вы можете дышать. То есть это произошло окончательное рождение в новом теле. Это не духовное рождение психологическое. Действительно, она переехала на какое-то время в эту новую структуру. Она радуется этому. Дышать всё светло, удивительно. То есть дыхание, прежде всего, вот она отметила. Легко дышать, как будто из удушающей скорлупы, в которой ты находился. Это на контрасте только познаётся. Мы же сейчас находимся в основном в этой скорлупе, и вроде так и надо, да? Но когда ты новое состояние испытываешь, понимаешь, боже мой, как это всё легко. Как легко, когда ты в этой новой структуре. И это не на небе, там, после того, как ты помер, тебя там отпели, за тебя священник бахвататайский, чтобы ты в рай попал. Нет, это вот здесь, в этом теле. А я вам серьёзно говорю. Я был напохнут на одного человека. И вообще, этот процесс вот сейчас модно, чтобы священник приходил, да? Но обычно на похоронах, как бы, все люди себя представляют на этом месте, да? Ну, как-то они грустные все, а я с наблюдением. Я, как по поводу смерти, свободно к этому отношусь. А этот человек, вот, был моим другом, да, долгое время. Был на секретарем партийной организации в своё время. Ну, такой советский человек. Он бы, наверное, не дал согласия, чтобы священник к нему пришёл. Да, но какие-то родственники настояли. И вот это самое священие. Вот, там, одним походил, что-то там побросал в землю какую-то, потом говорит, вот это надо так, вот это не надо класть, вот там это всё сделать, а потом в конце говорит, я буду за него 40 дней молиться, чтобы он попал в рай. Это священие. И люди так всерьёз, вот, и думают, что это действительно так. Если он помолится 40 дней, то душа его попадёт в рай. Так что, сейчас многие люди, как бы, ударились в эту противоположность, то тот атеист, душа становится верующим, сильно верующим. Вроде сильно верующим. Хотя, как только он выходит оттуда, где надо быть верующим, он сразу всё забывает. Да? Где надо быть верующим? А если уже не надо, то до следующего случая. Продолжаю. Как только опускаешься в эту область, на клеточный уровень, это даже уровень строения клеток, насколько же менее тяжёлым всё кажется. Как только ты в этой новой структуре. Исчезает эта тяжесть материи. Она становится текучей, вибрирующей. Это говорит о том, что тяжёлость, плотность, иннепность, неподвижность материи не являются её сущностными качествами. Они были к ней добавлены. Это ложная материя. Материя, как мы её себе представляем или чувствуем, но не материя, как она есть. Это ощущаю очень отчётливо. У матери всё время было, ну, такое ложное чувство, ложное чувство, я подчёркиваю, что происходит радикальная трансформация материальной структуры, вот телесной. На самом деле, на самом деле, радикальной трансформации телесной структуры нет. Она не происходит. В какой-то мере телесная структура под воздействием вот этих новых вибраций, ну, становится более адаптированной к новой энергообменной следе. Но она не трансформируется в телесную материю. Просто нарабатывается тонкая новая структура, которая стоит за этими клетками, за материей. Она ощущает, но думает, что это вот клетки меняются. И она, в конце концов, потом начала понимать. Она говорила, всё это тело, пусть оно будет скрючено, изъедено, больное, но когда ты находишься в этой новой структуре, тело не трансформируется. Она потом пришла к выводу, что оно просто является носителем вот этой новой структуры, инкубатором, где вынашивается эта структура. Но в какой-то мере оно более-менее становится, ну, будем говорить, косметически подновлённым. Поскольку, если соседствует вот эта божественная вибрация вот в этой структуре, какие-то процессы позитивные, безусловно, происходят. Но не трансформируется телесная структура. Нарабатывается новая структура в коконе вот этой старой. То есть это не трансформация вот того, что материальное и физическое. И вот она говорит, когда опускаешься на уровень вот этот, клеточный или субклеточный, вся тяжесть материи пропадает. Действительно, ты же находишься в новой структуре. Ты не ощущаешь этого тела. Конечно, пропадает вся тяжесть материя. Потому что ты в другом месте, в другой структуре. Тело само по себе. И если тело не контролируется умом нашим, если оно не воспринимается органами чувств как нечто, что мы называем собою, то там и боли никаких не будет. Оно само по себе там. В нем все само происходит. Вне нашего, так сказать, участия. Мы от него отрываемся. А оно, представленное, повторяю, самому себе, знает, как жить максимально в тех условиях, в той среде, в которой она находится, максимально по максимуму, чтобы, так сказать, чувствовать себя нормальным и здоровым. Вот и все. Понимаете, да? Ну, так более-менее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.